Девушки отдыхают Привет! Смотрите, что мне подарили! Ого! Ух ты! Какой красивый! Летит! Летит! И убегался я! А можно мы теперь поиграем? Ну, эээ... Мы умеем запускать змея! Не волнуйся! Только аккуратно! Это очень ценный подарок! Спасибо, Кузя! Ахахаха! Летит! Далеко не убегайте! Так высоко не запускайте! Вдруг там сильный ветер! Ой! Ну вот! Я так и знал! Прости, Кузя! Я нечаянно! Если бы он летел высоко, то он бы не зацепился! Зря я вам дал поиграть! Кажется, он застрял! Слушай! Эх! Пропал мой подарок! А во что это вы играете? Мы тоже хотим! Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам! Ой! Я сейчас шлёпнусь быстрее! Осторожно! Сейчас порвётся! Ура! Получилось! Ура! 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 Какая штука! Дай потрогать! Нет! Вы его испачкаете, испортите и потеряете! Я буду играть один! Но одному играть скучно! Нет! Нам со змеем весело! У меня идея! Это что? Ваш змей? Он не полетит! А вот и посмотрим! Ура! 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 Летит! 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 Помой! Выше! Хе-хе! Ха! Погнали! Вперёд! Оп! Наш змей выше! Ура! Ай! Оп! Высоко! Летит! Летит! У меня идея! Побежали запускать змея с высокого холма! Ага! Ха-ха-ха-ха! А я... Ура! Ура! Мила! Привет! Хочешь моего змея запустить? Ха-ха-ха! Спасибо, нет! Я лучше с ребятами! Слышишь, как у них там весело! Ха-ха-ха! 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 Ура! Ха-ха-ха! Ай! Ха-ха-ха! Я, наверное, его слишком резко дёрнула! Ерунда! Мы сейчас новый сделаем! Вон там растут подходящие лопухи! А хотите, берите мой! Ещё чего! Один играй со своим змеем! Нет, ребята! Так поступать нехорошо! Кузя наш друг! Давайте его возьмём играть с нами! Ведь вместе веселее! Давайте! Да! Ладно! Спасибо! Я больше никогда-никогда не буду жадничать! Ха-ха-ха! Хопа! Сегодня мы узнали, что даже самый ценный подарок не заменит тебе радость общения с друзьями! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! В поисках сокровищ! Смелый кладоискатель шёл всё дальше и дальше! В пещере, где он очутился, было темно и сыро! И казалось, кто-то следит за ним! Но вот он добрался до огромного подземного зала, в середине которого стоял золотой сундук! Сундук золотой! Это и был тот самый клад, который он искал! В сундуке лежали несметные сокровища! Лунтик, бежим! В общем, куда? Искать клад, конечно! Подождите! Надо сначала узнать, где он спрятан! Точно! Мы же не знаем, куда бежать! Дедушка, а что же нам делать? Искать! Посреди пруда есть таинственный остров! А на нём, под большим зелёным камнем... Я же не договорил! А под камнем... А под камнем... Кажется, над нами кто-то только что пролетел! Птица, наверное! Пойдём, моей любимой длинной дорогой к пруду! Сладкая пыльца! Интересно, почему она просыпалась? Ветер, наверное! Тебе не кажется, что за нами кто-то наблюдает? Мне? Нет! Знаешь что, Лунтик? Давай лучше короткой дорогой! Но ведь там колючки! А кладоискатель в книжке дедушки ничего не боялся! Побежали! Побежали! На островах ещё так далеко! Я не могу больше бежать! Я устала! Я тоже! Ой! А вдруг кто-то доберётся до клада быстрее нас? Как здорово! Листик плывёт как раз к острову! Хорошо! Как странно! Почему он оторвался? Мне кажется, что там на листике кто-то был! Извините, не хотел вас пугать! Если вам не нужно, я бы съел! О! О! Настоящее приключение! Дедушка сказал, надо искать у зелёного камня! О! Вон зелёный камень! Значит, где-то под ним! Кто там прячется? Мы не боимся тебя! Лунтик! А вдруг тот, кто там прячется, забрал наше сокровище? Дедушка! А что ты здесь делаешь? Илья, вы так спешили, что забыли дома лопату! Я вам её принёс! Так же удобнее искать сокровища, правда? Книга! Это продолжение той истории и проклад? Наверное, продолжение! Дедушка, почитай нам скорее! Ну, пожалуйста! Это так интересно! Сегодня мы узнали, что хорошая книга – это настоящий клад! Целое сокровище! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Шкатулка с сокровищами Ой! Какая красивая шкатулка! Бабуля, а что в ней? Там я храню мои сокровища! Сокровища? Настоящие? Ну, конечно, милая! Открой её, бабуля! Ну, пожалуйста! Ключ потерялся! Везде искала, но так и не нашла! Может, он вообще в пруд упал? Даже не знаю! Не волнуйся, бабуля! Мы с Лунтиком найдём ключ! Вот было бы хорошо! Когда-то давно я и правда находила ключ! И теперь у меня их два! О, у вас тоже есть шкатулка с сокровищами! Конечно, есть! Так, какой же ключ мой? О, кажется, я нашла этот ключ! Держите! Бабуля! 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 Мы нашли! А где же бабуля? Бабуля! Интересно, что там внутри? Золото, серебро или даже бриллианты! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай откроем её поскорее! Нет! Пусть бабуля откроет! Хм... Луна, давай я поищу бабу Капу на улице, а ты здесь, в доме! Хорошо! Давай! Тут же просто мусор! Луна! Лунтик говорит, что вы нашли ключик! Его нашла тётя Мотя! Давайте откроем шкатулку! Я уже пробовала! Не подходит! Как жаль! Бабуля! У тёти Моти ведь есть ещё один ключ! Может он подойдёт к твоей шкатулке? И этот не подходит! Видимо, мой ключик потерялся где-то совсем в другом месте! На самом деле, я открывала шкатулку первым ключиком! Кто-то украл настоящие сокровища и положил мусор на их место! Я не хотела, чтобы бабуля увидела его и расстроилась! Луна, мне кажется, мы должны рассказать бабуле правду! Спасибо, ребятишки, что рассказали мне про ключик! Пойдёмте к тёте Моте и поменяемся с ней ключиками ещё раз! Ты всё равно хочешь открыть шкатулку? Зачем? Ведь в ней только мусор! Пойдёмте, и вы всё поймёте! И вместе посмотрим, что там за мусор! А я как раз к вам направлялась! Боюсь, что наши ключи перепутались! Да-да-да! Лунтик и Луна тоже в этом уверены! Ребятишки, помогите-ка нам, пожалуйста, открыть наши шкатулки с сокровищами! Да, бабуля, конечно! Вот видишь, я же говорила, сокровищ нет, только мусор! Тётя Мотя, и в вашей тоже не сокровища! Почему же не сокровища? Мама подарила мне это стёклышко, когда я только вылупилась из яйца! Оно мне очень дорого! А этот камешек я нашла в тот день, когда познакомилась с Шером! Он бесценен! Луна, помнишь, когда мы были в походе, я подобрал шишку? Я смотрю на неё и вспоминаю, какой замечательный был поход! Да, всё это сувениры, которые напоминают нам про важные события! Я поняла! У меня тоже очень много важных событий! Теперь я ничего не буду больше выбрасывать! Иногда сокровищами бывают вещи, которые вызывают у нас яркие воспоминания! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Сад камней! Кузя, смотри! Тут земляника растёт! Значит, тут земля подходящая! Эй! Для чего это у вас тут земля подходящая? Для земляники! Если тут растёт земляника, то и нашей будет хорошо! Мелкая какая-то! И без ягод! Это называется рассада! Мы её в горшочках вырастили, чтобы никто не затоптал! А теперь кустики окрепли, и мы их пересадим! Вот так! А зачем сажать? Он земляника! Сама растёт! Мы хотим вырастить целый сад земляники! Понятно! Ерундой занимаетесь! Ой! Осторожней! Идём, Пупсень! Сад земляники! Ха-ха-ха! У нас тоже сад есть! Ой! Сад травы! Да у вас одна трава и растёт! И камни! Ха-ха-ха! Ой! Ай! 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 Пупсень, как думаешь, камни растут? А что? Смотри, какие красивые! Давай их посадим, вырастим сад камней и будем круче всех! Давай! А то подумаешь, земляника! О! Смотри, как красиво получилось! Мы лучше сделаем! Эй, садовники! Дайте нам горшок! Мы тоже рассаду растить будем! А, пожалуйста! Пожалуйста! А что вы посадите? Камни! Кузя! Кажется, гусеницы на нас обиделись! Не хотят говорить, что будут сажать! Да ладно! Мы потом извинимся! Готово! А пересадим их сюда! Точно! Раз тут столько камней, значит земля подходящая! Сейчас эти некрасивые камни подвинем, а наши красивые потом посадим! И землю разровняем! И будем круче всех! Ай-яй-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Что случилось? Да ничего! Пупсень камень уронил! А что вы делаете? Камни сажаем! Пупсень! Вупсень! Вы нас извините! Что мы над вашим садом травы смеялись! А мы и не обиделись! Давай поглядим, что они делают! А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Christopher Это вы опять? Вам чего? Нам очень интересно, что вы сажаете Мы же вам сказали, камни Ладно, Кузя, пойдём Грабли нам дайте Пожалуйста Пожалуйста А пока не скажете, что в горшке, мы вам его не отдадим А ну отдай Кузя, давай отдадим горшок Мы потом посмотрим, что выросло Ну и кучу малу вы устроили Не ушиблись? Это что? И правда камни? К... конечно камни Мы собирались сад камней растить А вы всё испортили Вупсень, Вупсень Но камни не растут Сад камней, конечно, вырастить нельзя Но зато его можно сделать И я смотрю, у вас отлично получилось Вот это и есть сад камней? А зачем он нужен? Для красоты, чтобы отдохнуть Или помечтать Вупсень, Вупсень, по-моему Вы замечательные камни-садоводы А то! Друзья теперь знают, что такое сад камней А ещё они знают, что даже из самых обычных камней Можно сделать что-нибудь необычное Иногда они ходят в сад камней Помечтать или отдохнуть Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Талант Привет, Лунтик! Привет! Я тут такое прочитал! В книге написано, что индейцы давали имя не просто так Каждое имя что-нибудь значило Если у тебя есть какой-нибудь талант, тебя так и называли А у тебя, Кузик, какой талант? Ну, я не уверен Мне нравится имя Зуркий глаз Так индейцы называли тех охотников, которые всегда попадают в цель А как мне узнать, какой у меня талант? Пошли играть в индейцев, и всё узнаем Если индейц был сильным, его называли могучая река или большая гора Это здорово! Называть себя по своему таланту О, смотри! Я, кажется, вижу добычу Высоко висят А! А, не получается Слишком высоко Я тоже хочу попробовать Ой, я попал А ты говорил, не знаю свой талант А сам? Извини, Кузя Я правда не знал, что так умею попадать в цель Значит, это ты и есть настоящий зуркий глаз А не я А что же тогда могу я? Не переживай, Кузя Мы обязательно узнаем, в чём твой талант Вот только надо ягоды, то есть добычу, домой отнести Ну, это мне под силу О, точно! Придумал! Я как могучая река Вмиг их донесу до дома Здорово, малышня! Здравствуйте! Что это у вас на голове? Смотри, Вупсень, ягоды! Мы с Кузей играем в индейцев А ягоды – наша добыча Мы тоже хотим в индейцев играть С добычей! Хорошо, только эту добычу надо домой отнести О, это мы мигом! Па-па! А, а, может, мы лучше съедим ягоды? Да-да, давайте съедим! Ягодка! Вупсень и Пупсень гораздо сильнее меня Это им больше подходят имена «Могучая река» и «Большая гора» Это что за имена такие? Индейские имена, которые дают не просто так, а за какой-нибудь талант Да, это точно, мы сильные Как «Могучая река» и «Большая гора» Вот, смотрите Да, точно! Давайте охотиться на одуванчики Оп! Так не честно! Ты, Кузя, слишком быстро бегаешь! Лунтик, я, кажется, нашёл свой талант! «Быстрый, как ветер» Как тебе такое имя? Мне нравится! Здорово! «Быстрый, как ветер» поймает все одуванчики! Привет, ребята! Привет! А во что вы играете? Мы играем в индейцев! Хочешь с нами? А что я должна делать? Охотиться! Мы начали охоту на одуванчики! Вперёд! Ура! Вперёд! Вперёд! Ура! Я поймала! Ну вот, оказывается, ты, Мила, быстрее меня! Скорость – это твой талант! Как здорово! Талант! А у тебя разве таланта нет? У меня нет Может, это точно! Кузя, пойдём играть! Я научу тебя попадать в цель! Нет, Лунтик, я не смогу! Я не могу попасть в цель! Я не сильный, как Вупсень-Пупсень! И, Мила, быстрее меня! У меня нет никакого таланта! А может быть… Помогите! Помогите! Я, кажется, запуталась! Могучая река! Большая гора! А-а-а-а! Не надо трясти! Мила, мы тебе поможем! Погоди, минуточку! А-а-а-а-а! Ой-ой-ой! Ой! Не получается! Кузя, придумай что-нибудь! Хм! А-а-а! 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 Ну вот, кажется, всё! А-а-а-а! Спасибо, Кузя! Ура! Молодец, Кузя! Ты очень ловкий, Кузя! Индейцы бы тебя назвали «Ловкий попрыгун»! Ловкий попрыгун? Мне нравится! И очень тебе подходит! Ха-ха-ха! Ловкий попрыгун! Здорово! Ха-а-а! У каждого есть особые умения, свой талант. И он обязательно раскроется, если его искать. Ведь Кузя даже не подозревал, что он самый ловкий из своих друзей. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Честная игра. А-а-а! Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 Пчелёнок, это нечестно! Я не смогу тебя запятнать, если ты будешь летать так высоко! Извини, я случайно. Ха! Пчелёнок, вода! Ха-ха! Здорово, малышня! В пятнашки играете? Чур мы с вами! Кто вода? Я вода! И сейчас вас запятнаю! Ха-ха-ха! А-а-а! Вопсень, вода! А вот и нет! Ты меня не запятнал! Эй, не жульничать! Я дотронулся! Ты меня не догнал, а значит, не дотронулся! Ха-ха-ха! Ладно! Погоди у меня! Ай! Ты чего? Ага! И теперь я тебя не догнал! Больно же! Ты чего моего брата обижаешь? Кузя, ему больно! Так нельзя! А жульничать можно? Я что, всегда водой буду? Ребята, я придумал! Можно пятнаться краской! Тогда сразу будет видно, кого запятнали, а кого нет! Точно! Я сейчас слетаю, у дяди Шнюка краску попрошу! Он как раз ремонт делает! Здравствуйте, дядя Шнюк! Привет! Вы не дадите нам баночку краски? Нам для игры нужно! Я тут мел для окна развёл! Подойдёт вам? Конечно! На вот, возьми сам! А то у меня руки в замашке! Спасибо большое! Пупсень, вода! И ничего не вода! Ты не дотронулся! Пупсень, я же дотронулся! Может, краска осыпалась? Ничего не знаю! Раз краски нет, значит, не запятнал! Лунтик, вода! Послушайте, я у дяди Шнюка замазку видел! Может, он даст нам немножко? Она уж точно не отвалится! Ай! Типусти! Ты же меня задушишь! Ой, прости! Я нечаянно! Ой, ты меня сейчас раздавишь! Помогите! Эй, чего привязался? Отлепите его от меня! Отлепись! Сам отлепись! Ай, ай, я прилип! Да мы все тут склеились! Сейчас я вас разлеплю! Нет, Пчелёнок, ты тоже прилипнешь! Лучше позови дедулю! Да! Тебя только в этой куче не хватало! А, Пчелёнок, ты же чуть не разбился! А меня сегодня, между прочим, чуть не задушили! А меня вы сейчас вообще раздавите! Это всё из-за вашей замазки! Если бы мы играли без неё, то и не слиплись бы! Мы и играли без неё, пока вы жульничать не начали! А теперь мы все крепко влипли! И я даже знаю, из-за кого! Ну, вы это... Извините, я так больше не буду! И я больше не буду! Я буду играть честно-честно! Только спасите меня кто-нибудь! Спасите! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто тут кричит? Вот это да! Это всё замазка! Разлепите нас! Ничего, спокойно, ребята! Сейчас принесу воду и мыло, и всех вас освобожу! Гусеницы хотели немного схитрить, и вот что из этого вышло! А на самом деле оказалось, что играть честно гораздо интересней! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Когда рак на горе свистнет! Сейчас моя очередь судить! Моя! Я мало свистел! И чего мы здесь расшумим? Ой! Аааа! Я вам говорю! Немедленно прекратите! Ой, простите, пожалуйста, я нечаянно! Да нечаянно! Бьют отчаянно! Может, вы тоже хотите поиграть с нами? Да! Это же так весело! Ещё чего! Нет у меня настроения веселиться! Нет настроения? А когда оно у вас появится? Когда-когда? Когда рак на горе свистнет! А я думаю, пиявка смеяться вообще не умеет! Отдай, Бупси! А ну-ка, стой! Она всегда такая... Глая! Где же нам теперь играть? Сначала ты гадишь! Кузя, Мила, а вы слышали, что пиявка сказала? Если рак на горе свистнет, то у неё появится настроение! Здравствуйте, дядя Рак! Здравствуйте, ребятки! Дядя Рак, пиявка сказала, когда рак на горе свистнет, у неё будет хорошее настроение! А нам очень-очень нужно её настроение! Хе! Когда я на горе свистну, так значит, мне нужно забраться на этот холм? Точно! Да! Тут другой горы нет! Никогда там не был! Но я могу попробовать! Ходить по горам не так уж и просто! Ну и задачку вы мне задали! А-а-а! Не могу! Ой, не могу! Эй, давай! Ой, щекотно! Весело! Никогда так не катался! Придумала! Нужна тележка! Поднажми, балышня! Поднажми! Сами бы и поднажали! Дай сюда! Ай! Ой! Ай! Упсень! Отзывись! Спасите! А-а-а-а! Уй! Ха-ха-ха! Домкайте быстрее! Немного осталось! Надо же, Лунтик, как мы с тобой лихо прокатились Ребятки, мы почти у цели, еще немного Ура! Дотащили все ж таки Наконец-то дошли Как здесь красиво Просто дух захватывает Спасибо, ребятки, что помогли мне сюда взобраться А теперь, дядя Рак, вам нужно посвистеть Но я... но я не умею свистеть Как же так? Что же нам делать? Вот, у нас есть! Отдай, дядя! Какие мы все-таки молодцы! Дотащили все ж таки Как я устал! А где пиявка? Тетя Пиявка! 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 Чего вы скричались? Я же вам сказала, уходите! Нет, у меня настроение с вами играть! Как? Разве оно не появилось? Хорошее настроение? Нет! Не появилось! Но ведь дядя Рак свистнул на горе То есть на холме Мы его полдня на гору затаскивали Мы затащили Рак на холм? Ха-ха-ха-ха! Это же... это же поговорка такая! Ха-ха-ха! Это же значит никогда! Ха-ха-ха! Никогда! Хотя поговорка, когда Рак на горе свистнет И в самом деле означает никогда Но настроение у пиявки стало просто замечательным Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Проучили Что-то скучно сегодня Ага! Эй, пчеленок! Куда летишь? На полянку у пруда А что? С Милой в куличики, что ли, играть? Ха-ха-ха-ха! Попсень, может и мы пойдем? По крайней мере, это интереснее, чем просто так на Земле валяться Вас, между прочим, никто не приглашал Ах так! Тогда мы сами себя приглашаем! Привет, Мила! Привет, пчеленок! Я принесла новые совочки А я ракушки Для украшения наших песочных замков Какие красивые! Во! Играют! А нас не зовут! Ну ничего, мы сейчас тоже поиграем В моем песочном замке Будет жить прекрасная принцесса А в моем красивый рыцарь Ой, куда моя ведерочка делась? Только что здесь лежала Хм, здесь какой-то след Привет, что случилось? Гусеницы облили нас водой И сломали мое ведерко Как мне надоели эти вредины Нужно пожаловаться на них дедушке Шеру Ну уж нет Они будут дразнить нас ябедами Давайте просто проучим их Как они с нами поступают Так и мы с ними поступим Здорово мы над малышней подшутили Здесь будет жить рыцарь А здесь принцесса Хватит смеяться Быстрее ягоду срывай Думаешь, легко тебя держать? Это моя ягодка Эй, что ты делаешь? Мила, выливай второе ведро Не надо второе! Гусеницы упали в колючки Надо помочь им выбраться оттуда Противные кусты Если бы они были на нашем месте То помогать бы не стали Пускай остаются там Будут знать, как других обижать Они нас водой облили И мы решили их проучить Вы думаете, теперь они станут лучше? Ну, наверное Они же почувствовали, как бывает неприятно, когда тебя обижают Мы на вас вылим десять ведер воды Как только выберемся отсюда Вы у нас еще попляшете? Ай! Кажется, у нас не получилось их перевоспитать Они разозлились и стали еще хуже А может, попробовать с ними по-хорошему? Давайте руку! Вы не сильно ушиблись Это мы из-за вас туда попали Ага Пупсень, хватай ведра Обливай их Ведра пустые Пойдем к пруду за водой Пойдемте Лучше с нами вместе Строить песочные замки А? Замки? Ну, пойдем Друзья не только помогли гусеницам выбраться из колючек Но и позвали играть вместе с собой И в этот день гусеницы были самыми примерными из всех ребят В моем песочном замке будет жить прекрасная гусеница Однажды на луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Эх, 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 вот так Эй, эй, вот растяпа Кисточки-то я и забыл Ладно, пусть так выстоит А я домой за кисточками сбегаю Одна нога здесь, а три уже там Искусство Лунтик, пасуй мне! Ха-ха-ха! Давай! Ой, не достал! Ой, что это? Кажется, это этюдник дяди Шнюка Это мы его уронили? Ну, вообще-то это мячик, но лучше все на место поставить Кузя, как ты думаешь, это тоже мячик сделал? Да нет, не похоже Это дядя Шнюк что-то рисовать начал А потом устал, наверное, и отдыхать ушел Это ж искусство! Много труда нужно! Ладно, Лунтик, пойдем играть на полянку Скоро туда пчеленок с Милой придут Да, бежим скорее! Мила, я не успеваю за тобой Смотри, как я умею, пчеленок! Ой! Это же этюдник дяди Шнюка! Что мы наделали? Только не расстраивайся, Мила Я сейчас все исправлю Вот, Мила, я все сделал А картина? А что картина? Я ее испортила! Не уверен Не знаю, что тут дядя Шнюк рисовал Но в таком виде мне очень даже нравится Ярко, празднично Правда? Тогда я спокойна Летим скорее к Лунтику и Кузе Не поймаешь, не поймаешь Ай! Попсень! Ты что, не видишь, куда бежишь? А что, я поймал кого-то другого? Ты повалила этюдник Шнюка Он здесь что-то рисует Что это? И такую ерунду рисует паук Шнюк? Да ты, Попсень, даже так не сможешь Ха-ха-ха Кто? Я? Да я еще красивее умею Только краски дай Ха-ха-ха Краски? Они на твоей физиономии Ха-ха-ха-ха Что? Краски? Как же, какой бы кистичный начал Художник идет! А ты картину уронил Кажется, пора драпать Да, точно, бежим Так, вот это для начала подойдет Эй, не понял Где же... Что это? Это я? Нет, это не я Что это такое? Что это такое? В каком смысле, сосед? Полагаю, это твоя новая картина Кстати, очень красиво Тебе нравится, Капочка? Да, довольно необычно А я бы сказал, что слишком оригинально А мне нравится Так ярко Дядя Шнюк, у вас сегодня явно вдохновение Да? Вы думаете? Да, надо же... А Пупсень говорит, что он еще лучше сможет Да, точно, смогу Только краски давайте Дайте краски, я покажу Дайте Нет, ребята Это не так просто Вот как совершенно неожиданно Родилось новое художественное произведение Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Доброе утро, бабуля Ого, а что ты делаешь с цветочками? Я из них выжимаю масло Можно я тоже выжму? К сожалению, это были последние цветочки Но ты можешь мне помочь Да? Отнеси кастрюлю с маслом в кладовку А я пойду Шершулю будить Хорошо, бабуля Шершуля, просыпайся Масло Надо быстро отнести кастрюлю и помыть пол Ай! Привет, Лунтик! Кузя, я на кухне! А! Ой-ой-ой! О, что это на полу? Масло! Ай! Ого, Лунтик, это так здорово! Правда? Здорово? Нужно скорее все посыпать песком Не надо Смотри, как хорошо кататься Да, Мила, давай к нам Ха-а! Да? Ого! Эйя! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Что здесь происходит? Ха-ха-ха! Мы катаемся на масле Это так здорово! Ой-ой-ой! 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 Ребятки, что же вы делаете? Дом не место для таких игр Давайте-ка все уберем Стойте! Баба Капа выжимала масло из таких цветочков Да? Ха-ха! Здорово! Ух ты! Получилось! Давайте сделаем масло побольше Чтобы можно было им залить целую поляну Да! Давайте! Можно кататься на этой поляне На ней нет песка Давай, Лунтик, выливай масло Ага Ура! Как здорово кататься! Как весело! Ай-ой-ой! О-о-о-о! А-о-о-о! А-о-о-о! А-а-а! А-о-о-о! Ой-ой! А Лунтик где? Ой! Лунтик! м из-за меня порвалась паутина последний узелок завязан может быть дядя Шнюк не расстроится надо найти место где нет паутины а мне и здесь нравится ну что идемте ухты красота ой надо немного поправить нет нет моя паутина ой что-то я заблудилась здравствуйте 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 нет стойте не ходите сюда вы запутались не волнуйтесь сейчас помогу распутаться я уже спешу что куда это я еду нет 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 похоже отсюда были крики странно никого ого ой вам не встать сейчас мы поможем да нет стойте чего ура ура здорово давайте еще так скатимся нужно масло а оно закончилось да так давайте еще выжмем ой 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 смотрите все на нашем масле катаются это все из-за нас ребята мы не нарочно пожалуйста извините нас мы все исправили ребята ребята помогите нам уйти из поляны да пожалуйста нужен песок я принесу сейчас он вернется оказывается даже веселая и безобидная игра может иногда доставить другим неприятности к счастью друзья быстро исправили свою ошибку однажды на луне родился необычный малыш я родился да и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем выдержка скоро будем завтракать потерпи невозможно удержаться ну ладно еще один последний Доброе утро, деда! Чем это вкусненьким пахнет? Пирожками и бубликами. Ого, как же так? Они были вкусные. Доброе утро, Лунтик. Доброе утро. Шершуля, где же твоя генеральская выдержка? Совсем не можешь устоять перед едой. Было приготовлено для всех. Лунтик даже попробовать не успел. Тот, у кого нет выдержки, ничего не достоин. А как узнать, есть у меня выдержка или нет? Нужно устроить какое-нибудь испытание и посмотреть, выдержишь ты его или нет. Все, я решил. С этой минуты никакой еды. Эй, до вечера. Я докажу, что у меня есть выдержка. Я тоже не буду есть до вечера. Хм, тогда я могу убрать посуду. Деда, а как же выдержка? Ой, когда рядом стол, так и тянет что-то в рот положить. Значит, надо быть подальше от стола. Может, пойдем гулять? Да-да, скорее отсюда. Попался, Лунтик. Я уже высоко. Попался, деда. Деда, а как же выдержка? Я не виноват. Она сама мне в руки попалась. Ого, смотри, как много ягод тут. Деда, пойдем отсюда на другую поляну, где нет ягод. Да-да, конечно, идем. Здравствуйте, деда Корней. Здравствуйте. Не хотите попробовать жареные корешки? Сам приготовил. Нет-нет, нам уже пора. Спасибо. Здравствуйте. А, я сегодня угощаю всех конфетами. Возьмите одну. А, нет. Я так больше и не могу гулять. Извините. Лучше дома сидеть. Куда не посмотришь, все кушают. Какая тут выдержка? Надо заняться каким-то делом. Я могу вам дать задание. Дорогие мои. Разрешите считать тренировку вашей выдержки оконченной. И пригласить вас к столу ужинать. А что, уже вечер? Ого! Быстро мыть руки! Ага. Всегда приятно, когда сложное испытание позади. И Лунтику было непросто. Но генерал Шер оказался настоящим героем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин